Сначала тебя не замечают, затем над тобой смеются, затем с тобой борются, затем ты побеждаешь. Махатма Ганди. Идеальные слова для фазы, в которой находится криптореволюция сегодня. Сел за компьютер и видел следующий заголовок. Баскетбольный клуб Dallas Mavericks стал второй командой в NBA, принимающей биткоины за билеты и атрибутику. Это предложение стало назойливой мыслью в моей голове. И все потому, что в криптопространстве прямо сегодня происходит нечто почти зловещее. И на это нечто я попробую пролить больше света. И это будет практически та самая поворотная точка, которая раз и навсегда откроет ваши глаза. И вы увидите, как вас обманывают. Меня зовут Богатейшие Дивы, на канале с таким же названием. Поехали. Хочешь обменять валюту, купить биткоин или продать доллары? Ты можешь сделать это на моем мониторинге обменников ixchainsumo.com. Обязательно зарегистрируйся, чтобы получить фишки типа партнерской программы или кэшбэка. Огромный выбор направлений, в том числе криптовалютных, поддержка, связь со мной и все остальное на ixchainsumo.com. Смотри-ка, какие сейчас самые популярные направления. Киви и Сбербанк на биткоин. Все хотят биток, и это радует. Ссылка в описании. Ребята, если вы хотите знать правду, вам нужно всегда следить за деньгами. Если вы это сделаете, вы поймете, как на самом высоком глобальном уровне вас обманывают лидеры мнений. Поэтому пройдите со мной весь этот путь до конца видео, в котором мы раскопаем всю подноготную того, что самые важные и влиятельные фигуры финансового мира говорят и делают. Возвращаясь к этой статье, маверики будут использовать решение сервиса BitPay, чтобы совершать все транзакции с биткоином. BitPay, самый большой биткоин-сервис в мире, предложил фанатам клуба покупать билеты и атрибутику за биткоин. Это все рассказал сам владелец баскетбольного клуба Марк Кьюбан. Ну, новость как новость, ничего такого сверхъестественного, но только до тех пор, пока ты не услышишь, что сам Марк Кьюбан говорит о биткоине. Я ненавижу золото. Золото – это религия. Да, у него есть какая-то фундаментальная ценность, но в остальном это предмет коллекционирования. Я думаю, что золото и биткоин в этом плане практически одинаковы. Итак, ребята, золото – просто бесполезный предмет для коллекций, а биткоин и золото – это практически одно и то же. Вот что сказал Марк Кьюбан. Это в негативном ключе, конечно же. Но параллельно с этим Марк, как владелец клуба, собирается фактически обменивать билеты и атрибутику клуба на биткоины. У нас с вами есть выбор – слушать его слова или следовать за его деньгами. Нам не нужно копаться в истории слишком долго, чтобы найти старые видеомарка, в которых он говорил, что биткоин – это хорошая инвестиция, а не бесполезный предмет в коллекции, как впоследствии. Если вы настоящий авантюрист, возьмите 10% своего богатства и вложите его в биткоин или эфириум. Марк Кьюбан говорит, что золото и биткоин одинаковы бесполезны, однако он верит, что вы должны вложить хотя бы 10% своих денег в этот актив, и одновременно он принимает биткоин за билеты и атрибутику своего профессионального баскетбольного клуба. Смотрите, куда они вкладывают свои деньги, а не слушайте то, что они говорят в интервью. Но он не единственный такой человек. Если мы вернемся на пару лет назад, мы можем найти интервью Билла Гейтса, в котором он очень позитивно отзывался о биткоине и других криптовалютах, как, например, о способах предоставить финансовые услуги людям, которые не имеют доступа к банкам. Некоторые люди скажут, эй, биткоин – это решение всех проблем. Вы в это верите? Ну, биткоин очень интересен тем, что он показывает, как переводы могут быть дешевле. Биткоин лучше, чем валюта, потому что вам не нужно находиться физически в том же месте. Ну и, конечно же, большие транзакции через валюту очень неудобные. Три года назад Билл Гейтс говорит, что биткоин лучше валюты. Он полезнее, чем валюта, причем в любых отношениях. Но вы удивитесь, если узнаете, что всего три месяца спустя после этого Билл Гейтс присоединяется к клубу мистера Орена Баффета и Чарльза Мангера. И вместе с ними говорит, что биткоин – это бесполезный мусор. А у вас есть биткоин? Ну, кто-то подарил мне немного на день рождения. А потом, спустя несколько лет, я подумал, эй, а продам-ка я его. Есть одна реально классная технология, если говорить о разработках баз данных, подтверждении транзакций и так далее. Речь о блокчейне – это хорошая вещь. Биткоин же, как и ICO, я соглашусь, сумасшедшее спекулятивное нечто. Это даже не класс активов. Они ничего не производят. Не стоит ожидать, что он вырастет. Эта инвестиция – просто теория большего дурака. Честно говоря, я бы шортил биткоин, если бы был простой способ это сделать. В 2016 году Билл Гейтс говорит, что биткоин – лучшая валюта и является потрясающей технологией. Очень полезной для того, чтобы люди, не имеющие доступа к банковским услугам, эти услуги получили. А потом он вдруг передумал и говорит, что биткоин – это глупая инвестиция по типу теории большего дурака. И он бы с удовольствием его шортил, если бы была такая возможность. Иронично, что даже в то время такая возможность уже была. Однако и Билл Гейтс не является последним. Кевин О'Лири – известный предприниматель, журналист, писатель и инвестор. Талантливый человек, талантлив во всем. Давайте посмотрим, что говорил он в 2013 году о биткоине, прежде чем практически полностью изменить риторику сегодня. Что ж, до вчерашнего дня большинство людей даже не слышало о биткоине. Биткоин, если кто-то не знает, это по сути виртуальная валюта, как та, которую вы получаете в видеоиграх за убийство инопланетян. Но только это торгуется глобально. Вы можете купить биткоин виртуально везде за любую валюту, где есть интернет. А после конвертировать обратно в валюту или купить товары и услуги за биткоин. Да, мы обсуждали эту историю. Что очень интересно, биткоин – это парень в Эдмонтоне, который впервые в истории продал дом за биткоины. Ну, на биткоин можно смотреть как на доверенное лицо, к которому обращаются люди, не доверяющие центральным банкам. Если говорить о биткоине в виртуальной валюте, то у него нет никакого центрального банка, компании и так далее. Но если вы не верите какой-либо валюте, то это ваша альтернатива. Люди по всему миру говорят, с нас достаточно этих банков. Я больше не верю этим политикам. Я буду работать с этой валютой с помощью моего компьютера или смартфона. Да, они так и сделали. Причина, почему биткоин так подскочил, кроется в Кипре, когда люди подумали, что правительство собирается прикарманить их деньги в банках. Поэтому люди и обратились к биткоину, чтобы сохранить свои средства. Но я игнорирую все до тех пор, пока капитализация не вырастет до миллиарда долларов. Но это произошло с биткоином. Теперь он весит более миллиарда долларов. Если что-то аккумулирует миллиард долларов ценности, и люди хотят этим торговать, то это автоматически превращается в практически физический актив. В этом скрывается ключ. Люди, владеющие физическими активами, хотят покупать биткоин. Поэтому биткоин останется. И нет ни одного центрального банка, чтобы контролировать его. Вот так, ребята, хорошо отзывался Кевин о биткоине в 2013 году, поднимая целую сеть разнообразных достоинств и положительных сторон цифровой валюты. Децентрализация, возможность обменять любую валюту на биткоин обратно, как можно торговать биткоином за физические активы и так далее. Он практически уместил всю про-биткоин аргументацию в одно видео. Поэтому удивительно, что спустя 6 лет он вдруг перестал, или стал притворяться, что перестал понимать эти вещи абсолютно. Как по мне, это мусор. Такой скам. Это полнейший шлак и дерьмо. Я думаю, это реальный отстой. Это бесполезная валюта. Это бесполезная валюта. Это то, во что я верю. Я понимаю, что у людей разные точки зрения, но как по мне, это мусор. Вы не можете так просто выйти и зайти с большими суммами. Допустим, у вас получится, но что будет, если получатель захочет гарантий? Например, вы хотите купить недвижимость стоимостью 10 миллионов долларов. Допустим, они не хотят использовать традиционные методы оплаты. Это, кстати, в Швейцарии незаконно. Они наверняка захотят гарантий, что после конвертации они получат все те же 10 миллионов долларов в американской валюте. Вам придется как-то хеджировать риски биткоина. Это значит, что биткоин не настоящая валюта. Это значит, что получатель не захочет брать на себя риски волатильности биткоина. Биткоин бесполезен и ничего не стоит. Друзья, Кевин в 2013 году настроен по быче по отношению к биткоину, когда тот весил всего лишь 1 миллиард долларов капитализации. Теперь, когда биткоин весит сотни миллиардов долларов, для Кевина он становится бесполезным, неликвидным, невозможным в плане отправления и получения денег. Вот как меняются люди, когда вещи становятся весомее и реальнее. Однако это еще не все. Послушайте то, что он рассказывал совсем недавно. Здесь нет ничего, кроме спекуляции. Никакой разницы. Это то же самое, что сходить в Лас-Вегас и поставить на красное или на черное. Где его внутренняя стоимость? У нас есть золото, в котором видят внутреннюю стоимость уже 2000 лет, начиная римлянами. Они видели ценность в этом виде активов. Скажите мне, почему это, что-то типа цифровой игры, должно иметь какую-то ценность вообще? Люди, которые вкладывают реальные деньги в это, не получают никаких процентов. Они не могут оплатить налоги этим. Регуляторы это не любят. А это всегда проблема для действующих норм. В чем заключается долгосрочная ценность? Только эта идея, что количество монет сократят вдвое, такой отстой, это просто скам. Это полнейшее дерьмо. Этот человек прошел большой путь, не так ли? От биткоина, который он называл революционным, невероятно жизнеспособным, как класс активов. Биткоина, который нельзя остановить. Биткоина, который слишком большой, чтобы потерпеть неудачу. И все это было тогда, когда биткоин стоил всего лишь 1000 долларов. Теперь, когда биткоин стоит 10 тысяч, мистер Кевин говорит, что биткоин полный отстой. Скам, обман и дерьмо. И к тому же бесполезен. Я не удивлюсь, если Кевин играет большую роль на этом поле криптовалютной битвы. На самом деле это похоже на правду, потому что он владеет инвестфондом О'Лирия. Под управлением фонда находится более полутора миллиардов долларов. И он даже инвестирует в криптовалютные проекты. И теперь возникает вопрос, а зачем Кевин так себя ведет? Вы скажете, что он не притворяется сейчас и говорит правду? Но ведь 6 лет назад, в 2013 году, он понимал, в чем заключается внутренняя ценность биткоина. А сегодня он уже спрашивает, а где же эта внутренняя ценность? 6 лет назад он говорил, что биткоин лучше традиционных валют, потому что его нельзя остановить. А центральные банки не могут его контролировать. Теперь он говорит, что предпочитает традиционные централизованные правительственные валюты. Я не могу с уверенностью сказать, что на момент того интервью в 2013 году он покупал биткоины. Кстати, в день этого интервью, 11 апреля 2013 года, биткоин стоил сущие копейки. Что-то около сотни долларов. Однако тогда Кевин купил щиткоинов на сумму 100 долларов. И в итоге они превратились в 30. Окей, Кевин, если бы ты только купил биткоин вместо кучи щиткоинов, то уже получил бы свои иксы. Вместо 30 долларов у тебя было бы более 400. Не кажется ли вам, что этот человек начал аккумулировать биткоины? И делать это хочет по более низким ценам? Отсюда такие заявления. Как мы видим, люди борются с биткоином. И поэтому не забывайте, сначала тебя не замечают, затем над тобой смеются, затем с тобой борются, затем ты побеждаешь. Мы сейчас в третьей фазе. Мы должны открыть глаза. Большие силы сейчас борются с биткоином. Причем в таких масштабах, которых еще никогда не было. Даже сам президент Соединенных Штатов Америки, когда это вообще было видано, говорит о том, какой биткоин плохой. Когда еще в истории биткоина о нем говорил президент США. Я не фанат биткоина и других криптовалют, которые не являются деньгами, чья ценность невероятно волатильна и основана на пустом воздухе. Дональд Трамп, 2019 год. Самые важные центры сил сейчас находятся в состоянии войны с биткоином. Большие дядьки активно борются с ним. Марк Кьюбан, Билл Гейтс, Кевин О'Лири, Дональд Трамп – это очень большие, важные и сильные фигуры на глобальной шахматной доске. А это значит только одно. Криптовалютное движение стало уже настолько сильным и значимым, что даже сильные мира сего начинают ощущать давление с его стороны и начинают сопротивляться. И это само по себе уже является великой победой для криптовалюты. Я уволю любого сотрудника, кого поймаю на торговле биткоином. Именно так говорил Джейми Даймон, управляющий JP Morgan. И одновременно с этим его организация покупала биткоин. Об этом у меня есть более подробное видео, ссылку на него я оставлю в описании. И запомните, следуйте за их деньгами, а не за словами. Марк Кьюбан говорит, что биткоин бесполезен и борется с биткоином. Но сам решает принимать биткоин в качестве оплаты за билеты своего баскетбольного клуба. Кевин абсолютно точно понимает, что такое биткоин, почему он ценный. Он все это рассказывал в 2013 году. Теперь он борется с биткоином и наверняка накапливает биткоины подешевле и втайне. Билл Гейтс говорил, что биткоин лучше традиционной валюты. А теперь он борется с биткоином на пару с мангерами Баффетом, говоря, что биткоин это мусор. Однако он владеет биткоином. Гейтс является одной из самых известных публичных фигур, инвестировавших в биткоин. И скорее всего, Гейтс продолжает накапливать этот цифровой актив. Вас обманывают и вами манипулируют. Однако если вы смотрите это видео, ваши глаза открылись. Очень богатые люди не хотят, чтобы вы богатели. Субтитры создавал DimaTorzok